Преподобный Вроси Оптинский, который утешал народ Божий с примером своей жизни, словом утешения, словом назидания, под конец жизни сказал такие слова тем близким людям, тем близким чадам, которые окружали его. Он сказал им такие слова. Я, казалось бы, учил вас всем заповедям евангельским, но теперь под конец моей жизни говорю, имейте хотя бы мир между собою. И это слово преподобного, оно безусловно было выстрадано, глядя на то, как мы, христиане, как мы, православные, исполняем заповедь Евангелия на самом деле. Это было выстрадано старцем, который видел, что все в жизни происходит совершенно наоборот. Как говорил однажды старец Амросий Оптинский, хозяйка пасет своих гусей и зовет их те же, те же, а они все те же. И вот видя старец Оптинский, Амросий видя, что все в жизни остается на одном и том же уровне, на одной и той же духовной, не то что высоте, а духовном низу. И поэтому и нам тоже сегодняшние евангельские слова, и заповедь преподобного Амросия, она по жизни должна памятовать на каждый день, на каждый час. В семье, на работе, среди братьев и сестер. Да что там говорить в самом даже храме, потому что порой бывает сложно видеть и даже не укладывается в голову, что мы же все православные, мы же все благочестивые. И простые примеры, когда совершается великое таинство соборования, и после соборования люди подходят разбирать святое масло, или мы во время крещения, или при раздаче Колева, люди как будто сорвались с цепи, как будто это не православные люди, а как будто, не знаю, слов даже таких не подберешь, друг друга сбивают, сшибают, и мы засекли, когда в прошлый раз было таинство соборования, соборовалось 220 человек, вот, а кучу малу устроили, как будто было 3000 человек. А когда посмотрели на часы, то оказывается, что масло после соборования было роздано в течение 20 минут. И спрашивается, ну неужели ты не мог постоять на своем собственном месте? Помня слова Спасителя, первые будут последние, а последние первыми. Но если мы даже в храме Божьем не можем исполнить эту заповедь и жить по-божьему, то что же тогда говорить о том, что происходит за стенами этого храма? Как кто-то сказал, вместе, когда мы выходим из храма, вместе с тем, как мы снимаем платок, мы снимаем себя и личину христианской православной жизни. Порой это действительно бывает так. Но время поста, оно, собственно, нам для этого и дано, чтобы мы обратили внимание на самих себя. И друг другу, и самое главное, себе сказали, доколе, доколе я буду попирать заповеди Божьи, своими делами, своими словами, своими мыслями, доколе. Господь долго терпелив, милостив, дает это время, которое надо внимательнейшим образом, ради любви к Богу, который душу свою отдал и жизнь свою за жизнь каждого из нас. Как нам говорит Священное Писание Евангелие от Иоанна. И как Моисей вознес змею в пустыню, в пустыне так подобает, и вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Сына Своего Единородного,